Михаил Юрьевич Лермонтов. Беглец. Горская легенда. Гарун бежал быстрее лани, быстрей, чем заяц от орла. Бежал он в страхе с поля брани, где кровь черкесская текла. Отец и два родные брата за честь и вольность там легли, и под пятой у супостата лежат их головы пыли. Их кровь течет и просит мщенья. Гарун забыл свой долг и стыд. Он растерял в пылу сражения винтовку, шашку и бежит. И скрылся день, клубясь, туманы, одели темные поляны широкой белой пеленой. Пахнуло холодом с востока, и над пустынью пророка встал тихо месяц золотой. Усталый, жаждой утомимый, с лица стирая кровь и пот, Гарун меж скал аул родимый при лунном свете узнает. Подкрался он, никем незримый, кругом молчание и покой. С кровавой битвы невредимый, лишь он один пришел домой. И к сакле он спешит знакомый, там блещет свет, хозяин дома. Скрепясь душой, как только мог, Гарун ступил через порог. Селима звал он прежде другом. Селим пришельца не узнал. На ложе, мучимый недугом, один он молча умирал. «Велик Аллах! От злой отравы он светлым ангелом своим Велел беречь тебя для славы!» «Что нового?» — спросил Селим. Подняв слабеющие вежды, и взор блеснул огнем надежды. И он привстал, и кровь бойца вновь разыгралась в час конца. Два дня мы билися в теснине. Отец мой пал, и братья с ним. И скрылся я один в пустыне, как зверь преследуем, гоним. Сокровавленными ногами от острых камней и кустов Я шел безвестными тропами по следу вепрей и волков. Черкесы гибнут, враг повсюду. Прими меня, мой старый друг. И вот, пророк, твоих услуг я до могилы не забуду. И умирающий в ответ «Ступай! Достоин ты презрения! Ни крова, ни благословения здесь у меня для труса нет!» Стыда и тайной муки полный, без гнева, вытерпев упрек, Ступил опять Гарун безмолвный за неприветливый порог. И саклю новую минуя, на миг остановился он, И прежних дней летучий сон вдруг обтал жаром поцелуя Его холодное чело. И стало сладко и светло его душе. Во мраке ночи, казалось, пламенные очи Влеснули ласково пред ним. И он подумал, я любим. Она лишь мной живет и дышит, И хочет он взойти, и слышит, и слышит песню старины. И стал Гарун в ледней луны. Месяц плывет, тих и спокоен, А юноша воин на битву идет. Ружье заряжает джигит, а дева ему говорит, Мой милый, смелее, веряйся ты року, Молись о Востоку, будь верен пророку, Будь славе верней. Своим изменивший, изменой кровавой, Врага не сразивший, погибнет без славы. Дожди его ран не обмоют, И звери костей не зароют. Месяц плывет, и тих и спокоен, А юноша воин на битву идет. Главой поникнув, с быстротою, Гарун свой продолжает путь, И крупная слеза порою с ресницы падает на грудь. Но вот от бури наклоненный, Пред ним родной белеет дом. Надеждой снова ободренный, Гарун стучится под окном. Там, верно, теплые молитвы Восходят к небу за него. Старуха-мать ждет сына с битвы, Но ждет его не одного. Мать, отвори, я странник бедный, Я твой Гарун, твой младший сын, Сквозь пули русские безвредно Пришел к тебе. Один? Один. А где отец и братья? Пали. Пророк их смерть благословил, И ангелы их души взяли. Ты отомстил? Не отомстил, Но я стрелой пустился в горы, Оставил меч в чужом краю, Чтобы твои утешить взоры И утереть слезу твою. Молчи, молчи, Геор, лукавый, Ты умереть не мог со славой, Так удались, живи один. Твоим стыдом беглец свободы, Не омрачу я старые годы, Ты раб и трус, и мне не сын. Умолклое слово отвержение, И все кругом объято сном. Проклятия, стоны и моления Звучали долго под окном, И, наконец, удар кинжала Пресек несчастного позор, И мать поутру увидала, И хладно отвернула взор. И труп от праведных изгнанный Никто к кладбищу не отнес, И кровь его с глубокой раны Лизал рыча домашний пес. Ребята малые ругались Над хладным телом мертвеца, В преданиях вольности Остались позор и гибель беглеца. Душа его от глаз пророка Со страхом удалилась прочь, И тень его в горах востока Поныне бродит в темную ночь, И под окном поутру рано Он в сакле просится, стуча, Но в немля громкий стих Корана Бежит опять под сень тумана, Как прежде бегал от меча. 1838 год Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok